Добрый ранец, вас святая служба информации телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Беларуская чигунка открывает сёння межрегиональные пассажирские перевозки бизнес-класса по Накерунку Гомель-Минск. Час знаходжения у дорозе электротехника в творчестве акционерного товарыства «Штадлер» – 2 годы на 59 хвилин. Межрегиональные пассажирские перевозки бизнес-класса життяуляются в рамках программы, реализацию которой Айчинная чигунка начала в 2010-м годе. Открытие нового Накерунку стало махчимым после завершения реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Гомель-Жлобина-Сиповичи. У составе цигника каля 380 мест для сядения, 16 яких объединены в зону повышенной комфортности. Дякуючи больш просторному салону, продугледжены зона для людей с обмежеванными махчимостями. Электротехник обстареван и так само системой беспроводного доступа до интернету. За первое походе 2016 года у выканавчая и распорядчая органы Гомеля поступила каля 3000 зворотов. Гэта на 3,4% меньше, чем за аналогичный период минулого года. Такие лежбы были огучены на посаджении гомельского гарвы Канкама. Якие проблемы хвалюют горожан, высветлял Дмитрий Котау. Серо зворотов у администрации областного центра и гарвы Канкам переважают темы жильево-коммунальной господарки. Подобных скаргов у агульным объеме Амаль-Палова. Дареши колькость отповедных зворотов у поравнаний с аналогичным периодом минулого года повеличилась на 22%. Шастей горожан стали звертаться до уладов так само с пытаниями просолодкования и выплаты заработной платы. У двоя узросла колькость зворотов, связанных с работой громадского транспорта. У першу шаргу причина их заявления – недостатковое развитие транспортной инфраструктуры в районах индивидуальной жильевой забудовы, романовичей и новое життё. Особливая увага – приватизации. Як вядома, с 1 липеня усе неприватизованное жилье перейшло у разрад коммерцинага. И тому в червене резко узросла колькость зворотов по этой теме во все выканавшие и распорадшие органы Гомеля. Прежде всего люди поднимали вопросы об изменении назначений общежитий, то есть перевод, снятие с общежития статуса общежития и перевода их в многоквартирные жилые дома для последующей приватизации. А также несогласие людей с оценочной стоимостью квартир. С оценочной стоимостью квартир люди не согласны с высокой стоимостью, но оценка, как показывает практика, то службы жилищно-коммунального хозяйства и специальное управление, которое занимается оценочной деятельностью, здесь ошибок не допускают. Тым часом по многих значных накерунках назирается остановочая динамика. На 44% скоротилась о колькость воротов по жилёвым будовництве и на 32% по землекористании и организации гандлю. Меньше скарг устало поступать по таких темах, как адукация, предпринимательская деятельность и ахола новокольного осеродья. Мы сделали акцент большой на проведении встреч с гомельчанами в рамках единых дней ЖЭО по месту жительства. Кроме того, Гомельским горосполкомом организовано издание справочника телефонов первой необходимости. 32 тысячи экземпляров будут распространены среди одинокопроживающих, пожилых граждан. Мы уверены, что это поможет тоже донести свою проблему по адресу. У гомельским горосполкомом протягнуть и далее восконаливать работу со зворотами громадян. У другим по угодье акцент плануется зарабить на снижении проблемных пытанев, связанных с ЖКГ, жилёвым будовництвом и ремонтом дорог. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской областной клинической больницы провели четыре складанные операции пациентам с проблемами слыху. Новая для нашего региона технология позволяет уживлять человеку штучное среднее вухо. Дякуючу этому, люди, кемели диагноз ту гавухость, могут почуть свет по-новому. Настасья Кучинская протягнет тему. Нам далі пахчымась поприсутнішить на самой операции. Зараз идея уживления того самого импланта – это довольно складанный процесс. И в уголе такие операции лишатся высокотехнологичными. Первую Гомельской области трансплантацию среднего вуха проводит намесник директора Республиканского науково-практичного центра от Арына ларингологии Миколай Гребень. У Минску гэтой операции пошли робить шесть годов тому. Зараз вопыт распаусюджывают на регионы. Первым областным центром стал Гомель. Такие операции призначены пациентам, які омаль не чуюсь. При этом слыховый аппарат им не подыходить. Человеку уживают штучный имплант цереднего вуха. Йон генерует ваганье, подобные на вибрации, які передаются празбарабанную перапонку. Таким чином вуха починают шуть, як здоровые. Так называемые активные импланты, которые состоят из двух частей. Одна часть имплантируется под кожу, сам имплант, и речевой процессор, который настраивается через месяц после операции при помощи компьютерной программы. И эти пациенты будут отлично слышать, будут социально реабилитированы. Сами импланты довольно дорогие. При этом для пациента у нашей краине такие операции полностью бесплатные. Импланты набывают за державный кост. Хирургичное вмешательство займает не шмат часу. Празнекольких годин пациента переводят в палату. Болела ухо. В том слух посирал. С детства было. Но только вставили. А со временем, где все это хорошо. Освоение нового вида операций – это черговая приступка профессийного росту для гомельских медиков. Литерально у Сыковику этого года у областной клиничной больницы освоили высокотехнологичную трансплантацию титановых имплантов пациентам с диагнозом хроничных вновь и серых неотип. На сегодняшний день проведено около 20 таких операций. Усе поспеховые. Операции более высокого уровня. И операции, которые показаны пациентам с более выраженной степенью тугоухостью. От досягнений в медицине до досягнений в социальной сфере. Проведение акций в моей краине. Выратование культурных каштонностей. И подрыхтовка до дня белорусского письменства. У Гомеля прошла пресс-конференция начальника Головного управления идеологичной работы культуры по справах молодей Гомельского облаканкама Ирыны Даугала. Чем отметны год культуры в регионе? Даведовся Алексин Серову. Бадай главная падея года культуры на Гомельщине. Проведение дня белорусского письменства. Кульминация этого свято отбудется 4 вересня в Рогачеве. Алия присвеченная до его мероприемства, поджалящаяся у початку года. Зараз город активно рихтуется до встречи гостей. А организаторы завершают удокладнение программы. Кажут, что она будет насыщенной и разностайной для всех. Правда, у любым выпадку лепшится все это убажать на властной обочи. Город наряжается. И вот этот большой, огромный просто объем работы, которая проходит там, это подъездные пути к городу, это расширение улиц, это ремонты домов, это фасады, это красивые вывески. Хоть проявить себя можно не только в Рогачеве и не только людям, которые имеют отношения до литературы. Моя края, мои добрые справы. Моя края, моя повага. И мою края, мой поспех. Это три основные накерунки, по яких в эти дни на Гомичне вызначают самых инициативных и креативных. Акция «Моя края» была обещана несколько месяцев тому. По инициативе Головного управления, идеологичной работы, культуры и по справах молодежи Гомельского Аблова Конкама. Ее у денег может стать кожан ЖХ региона. Кали перефразировать один, я думаю, вырос, то можно сказать, что основный слоган акции «Добрыми справами» прославиться можно. Зараз до акции «Добрых справ» долучились уже больше 700 человек. Организаторы запрошают не утойвать добрые учинки и поведомлять об их в специальной створной группе «Уконтакте». Гэта повинна наткнить інших жахаров Беларуси на корыстные справы, упыльненные Гомельчане. Уже сейчас есть инициатива общественных объединений. И мы уже размещаем вот такую информацию о том, что открывается специальный счет. И на этот счет те средства, которые будут зачислены, мы предлагаем, чтобы эти средства были направлены на оборудование детских площадок на дворовых территориях. Не застаняйся по зауваге угод культуры и объекты, які относятся до историко-культурной спадщины, серот самых масштабных и незвычайных. Проект супрацовника у Гомельского палацево-паркового ансамбля. У центра уваги – палац «Сядзеба» початку 19-го ста годзе, у вёсцы «Хальч» Ветковского района. Полная реконструкция гэтага уникального для Беларуси объекта – каштуя коля двух миллионов евро. Пакуль таких сродков нема, да работ тут приступить волонтерские отрады. Перший выезд запланованный на 13-е жнивне. Это работы санитарного характера, исследовательские по локализации фундаментов и утраченных частей здания. Это флигели, лестницы к реке, там фонтан ещё находился на территории садьбы. То есть вот такие работы мы будем проводить в августе-сентябре. Они согласованы с Министерством культуры Республики Беларусь и одобрены. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадио «Компания Гомель». У Гомели на базе войсковой части 55-25 почау работу военно-патриотичный лагер для навученцев установ профессийно-техничной эдукации. Яго удельниками стали 25 подлетков, большасть з яких патрабоя повышенной уваги дорослых. Гэта уже другий лагер, организованный на базе войсковой части гэтым летом. У першую змену делу им приняли навученцы середних школ областного центра. На протягу 9 дней подлетки живут практически по таким же раскладе, як и военнослужащие. От ранешние зарадки до строевой и огнявой подрыхтовки. А про чатаго программе их знаходжения продугледжено наведывание установ розного профилю на территории Гомеля. По словах организатора, у работа подобных лагеров накеравана на знижение узроюнью подлетковой злочинности. Сгодно с оперативными дадинами, управна незадповедным леташним передом, у першим по угодзе гэтый пакашчик снизился амаль на 20%. Але сирот молодых людей усе еще застаются расповсюдженными таке злочинство, як хулиганство и крадяжи. Это употребление алкогольных напитков, появление в общественном месте состояния алкогольного пьянения, но и болезнь для наших несовершеннолетних, то, что они находились на улице после 23.00 без сопровождения родителей. Даречи, питанье наместнику старшини комиссии по справах неполнолетних гомельского облыканка Маяугену Миткевичу можно будет задать сёння подчас программы «Деалог». Говорка у студии пойдет про работу с детьми у летний период, меры профилактики подлетковой злочинности и несчастных выпадков. Глядите программу «Деалог» у промым эфиры на телеканале «Беларусь-3» сёня у 18.01.50 хвилин. Нумер телефона у студии – 77.68.45. На гомельшине побывали школьники из японской профектуры Фукусима, и ке зараз знаходятся на здравлении у Беларуси. В нашем регионе на протягу трех днен гости наведали шерох социальных и культурных объектов Хойницках, Аветкаусках и Жлобинских районов, а так само Гомеля. На прикладу Гомельским областным лицеем японские подлетки сустрелись с ликвидаторами наступства катастрофы на Чарнобыльской АЭС. Вероника Ворошилина, Володая, подрабязностями. Увага замежных гостей, прикованная до опыта работы по передоле наступства катастрофы на Чарнобыльской АЭС. Размова об дезактивации территории, работе системы радиационного контроля, ахоуных мероприемств, накерованных на вытворчость продукта ухарчавания. Родные местины гэтых японских дятей потерпели от наступства катастрофы на АЭС Фукусима-1, як некалей наши земли от Чарнобыля. Украине у заходящего солнца сутыкнулись с тыми ж проблемами, які у Беларуси выращались отры опошней десяти годзи. Сердот наибольше актуальных, як вернусь местцовых жахаров, які покинули свои дамы пасля авары, як навушить тых, кто застался жить у новых умовах. К сожалению, в Фукусиме ещё остаётся вот эта радиофобия, страх перед аварией, перед последствиями этой аварии. Поэтому для детей очень важно посмотреть, как проживают дети, как проживают взрослые, каким образом наше государство преодолевает последствия катастрофы на Чарнобыльской атомной станции. Гости отзнашили, у Беларуси саправды шмат зроблено для развития шарнобыльских регионов, и гэты в опыта повязково спотребится японскому народу. До того ж разом справляться с наступствами трагедии значно простей. За три минулые десяти годи Беларусь переконялась и на особистом в опыте, что только комплексная суместная работа державных уладов, навуковцев и насильництва круг за кроком позволила нам переодолеть так званую радиофобию и организовать беспешное проживание людей у потерпелых от Чарнобыльской авары районах. Очень важно, что они побывали в пострадавшем районе, видят, как люди живут спокойно, мирно. И они видят, как дети играют с большой улыбкой. Дети поняли, что все еще идут вперед, несмотря на такую трагедию. Я думаю, что благодаря этой поездке у детей появилась уверенность в том, что можно восстановить свою родину. Вероника Варашилина, Михаил Рабко, телерадуя компания «Гомель». Выглядели ранечный информационный выпуск телерадуя компании «Гомель». У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам плённого дня. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин